Здравствуйте, уважаемые видеослушатели! С вами Эдуард Солдатов и третий урок по самостоятельному созданию станка с ЧПУ. В этом уроке я расскажу и покажу, как правильно коммутировать электрическую часть станка. Есть небольшое отступление перед началом, чтобы заполнить некоторые пробелы по предыдущим урокам. Хочу показать способ крепления пластины с приваренной гайкой к нижней части портала. Для последующего крепления балки. Пластину с прихваченной гайкой прикручиваю к отрезку металлической полосы и с помощью магнитного уголка выставляю под дальнейшую прихватку. Таким образом получается правильная фиксация во всех плоскостях. Второй момент. Чтобы довести выбранные нами ровные стороны до максимальной точности, можно использовать лист наждачной бумаги, зафиксированный на идеальной плоскости. Такую плоскость, как я уже говорил ранее, возможно изготовить из ламинированного ДСП, притянутого к жесткому основанию. Проверить плоскость возможно алюминиевым провилом, прикладывая его по всем сторонам и диагоналям. И если надо, с помощью подкладок довести столешницу до нужной кондиции. Данный лист ДСП не пропадет, ведь впоследствии вы будете его использовать в качестве столешницы станка. Теперь перейдем к основному уроку. Итак, мы подготовили станок к установке электрической части. Первое, на что следует обратить внимание, это проводка. Я использую кабеля с подобной маркировкой от немецких производителей. Данные провода показали себя отлично, рассчитаны на долгосрочную работу в промышленных условиях. Все соединения предпочитаю паять. Считаю это самый надежный и долговечный способ, не подверженный никакому разбалтыванию, никакому окислению контактов. Сборку осуществляю, как говорится, сверху донизу. Начинаю от верхнего мотора, разъема шпинделя, концевиков. По ходу все аккуратно причесываю, укладываю, изолирую, подтягиваю. Питание моторов осуществляется четырехжильным кабелем сечением 0,5 мм. Данные кабеля экранировать не обязательно. Питание на моторах постоянное, 36 вольт. Помехи не раздают и не принимают. Кабель, соединяющий шпиндель и инвертор, экранированный. Сечением 3х1 или 3х0,75 плюс экран. Экран обязателен для того, чтобы предотвратить раздачу помех по воздуху, которые могут давать сбои в работе станка. Причем рекомендуется, чтобы экран шпинделя нигде не контактировал с корпусом или другими экранами и соединялся с землей лишь в начале, в одной общей точке, которая находится в блоке управления. Для защиты пределов рабочей зоны устанавливаю простые микровыключатели. Механически располагаю их таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах ось не смогла бы в них врезаться и повредить. В моем случае питание на концевиках 5 вольт, напряжение маленькое. При таких условиях концевики с их проводами могут работать как антенны для ловли помех по воздуху. Поэтому данные провода также обязательно экранировать. Экран можно не ставить в отдельных случаях, когда, к примеру, по оси Y провод закрыт алюминиевым кожухом, который, в свою очередь, является заземленным экраном, как и весь металлический стол. Некоторые производители не устанавливают концевые выключатели, чтобы не переживать за нестабильность от помех. Существует два подхода в установке блока управления. Первый используется готовый электроящик, крепится под столом. Данный подход проще, меньше кабелей и разъемов. Второй, выносной блок управления, находится на удалении и соединяется со станком кабелями через разъемы. Все провода, даже если они зажимаются в клеммы, надо лудить. Для лужения медных проводов достаточно использовать канифоль. Для лужения стальных и никелированных контактов приходится использовать паяльную кислоту. Причем после лужения обязательно смывать остатки кислоты. Иначе через нее может создаться ненужный контакт и в дальнейшем будет происходить окисление или ржавение контактов. Все провода рекомендую завивать в косички. Витые пары меньше раздают и меньше воспринимают помехи по воздуху. А учитывая то, что в одном корпусе расположены частотник, драйвера, блоки питания, плата управления, данный подход не будет лишним. Места пайки удобно изолировать термоусадочным кембриком. Частотник, он же инвертор, разбираю и встраиваю в блок управления. Подключение происходит по определенной схеме. По подключению и настройке сделаю отдельный урок. Чтобы инвертор не раздавал помехи по сети, я подключаю его и только его через фильтр, или как еще называют, развязка от сети. Иначе создаваемые помехи будут серьезно вредить стабильной работе станка. Для управления станком использую полноценную четырехосевую плату. Плату и драйвера располагаю на отдельной панели. Таким образом удобно коммутировать все соединения, вставлять в блок управления и при надобности демонтировать. В следующем видео я более подробно опишу саму плату, схему подключения и настройку. Также опишу настройку драйверов. И еще одна моя доработка. Для защиты от кратковременного или просто отключения сети, я применил простое реле на 36 вольт, подключив его параллельно кнопке стоп. 36, потому что блок питания моторов выдает данное напряжение. И теперь при сбое питания реле срабатывает как кнопка стоп, корректно отключая станок на программном уровне, что позволяет не переживать о каких-либо непредсказуемых последствиях. На этом наш очередной урок заканчивается. В следующем видео я подробнее опишу плату управления, ее функциональность и подключение. Подробнее остановлюсь на настройке драйверов и инвертора. Также опишу основные подходы калибровки станка. В начале урока и сейчас я не зря показываю данное видео двухшпиндельного станка. Это один из моих первых станков собирался в гараже, что называется, на колене, без особых условий и приспособлений. Кстати, работает до сих пор. Да, в некоторых моментах он несовершенен, сейчас я бы внес определенные изменения, но не в этом суть. Смысл в том, что возможно сделать что-то хорошее даже в несовершенных условиях. Нужно лишь поставить цель и с большим желанием потрудиться. Плюс мои уроки, чертежи и хорошие скидки от производителей существенно помогут решить вам эту задачу. На этом заканчиваю. До новых встреч. С уважением, Эдуард Солдатов.